Мы действуем в строгом соответствии с законом о местном самоуправлении, потому что есть рамки законов, в которых мы обязаны действовать. В нашей деятельности мы структурно следуем закон о выборах, потому что все артики законов должны быть следованы и избавлены. Нами создано на территории города Харькова 605 избирательных участков, из которых 543 участка – это обычные участки, и 64 участка – это специальные участки, и 64 специальные участки. Численность избирателей у нас 1 миллион 123 тысячи 493 человека. И глава нашей миссии будет следующей четверть в Харькове, и она бы очень хотела встретиться с мэром Борода, и возможно вы бы смогли нам помочь в организации встречи. Я и мои коллеги еще из четырех стран, мы очень рады вернуться снова в Харьков. Вместе с Украиной я и мои коллеги представляем пять стран из 58, которые входят в состав ОБСЕ. Люди очень удивляются, когда они узнают о том, что ОБСЕ была сформирована Россией, Канадой, Соединенными Штатами Америки и еще всеми европейскими странами от Ирландии до Казахстана. Когда проходят выборы в той или иной стране, то приглашают наблюдателей из ОБСЕ поприсутствовать, и все наблюдатели из 58 стран принимают в этом участие. Мы будем здесь еще неделю после окончания избирательного процесса, после выборов, что в сумме будет составлять пять недель. Я и мои коллеги путешествуем по Харькову, по Харьковской области, общаемся с представителями администрации, общаемся с гражданским населением, включая простых граждан, таких как официанты и официантки. Как вы можете понять, сейчас пока еще рано говорить о какой-то конкретике, поскольку мы не видели еще активной агитационной кампании на улицах. Здесь находятся всего две команды из трех, которые работают по Харькову и Харьковской области на данный момент. Наша миссия предоставит предварительные результаты через день после дня голосования.